Всем привет! Давненько у нас не было машин с капитального ремонта. И вот наконец отремонтировали еще одну. ZIU 682V 1016. Ну что, посмотрим что там есть новенького. Погнали! Первое, наверное, что бросается в глаза, это точно такой же закос под ретро стиль, как и у ZIU 682V 2215, который я обзорил ранее. Как мы видим, здесь даже сохранили старый плафон поворотников, но тем не менее, окрас у нас уже соответствует более привычному стилю. Это синий-желтый, как и у троллейбуса 2215. Двери, как мы видим, были сохранены старые, классические, ширмовые, но при этом это полностью сделаны из нового железа, то есть никакого старого металла здесь уже не осталось. Ну и как мы видим, они полностью окрашены в точно такой же желтый цвет, как и низ троллейбуса. Резина, слава богу, здесь была поставлена новая, вы можете убедиться в этом сами. Как и вся внешняя обшивка, в данном троллейбусе были заменены и люки, в том числе даже вставлены в них новые замки. Ну, хотя бы они будут открываться во время движения. И даже бортовой номер, как мы можем заметить, нанесли в старом классическом стиле. Отличительной особенностью этого капитального ремонта, и в том числе многих предыдущих, является то, что нижний молдинг у нас все так же сохраняет, в отличие от верхнего, который расположен над линией окон. У нас давно его, кстати, уже перестали ставить на машины. Я думаю, что с двумя молдингами оно бы смотрелось гораздо лучше. Итак, задняя часть троллейбуса. Как мы видим, она не сильно отличается от троллейбуса 2215. Здесь, например, все так же сохранена старая светотехника. Вот эти все плафоны, они не новые. Как мы видим, бампер задний покрашен в черный цвет. Сохранены также ступеньки, ну и, конечно же, лестница для удобства замены угольных вставок на штангах. Но вот из интересных особенностей. Здесь установлены лиры под штангоулавливатели. Но самих штангоулавливателей здесь нет. Для меня лично загадка, как они должны применяться. На все предыдущие машины, между прочим, их устанавливали. Я не знаю, почему здесь так не устанавливают. Как мы видим, с левой стороны стоят точно такие же габариты, как и с правой. Ничего сверхъестественного. Да, кстати, задний трафарет у нас здесь заделан, поскольку стоит уже информационная система. Потому необходимости в нем нет. Левая сторона ничем особенным не отличается от правой. Здесь все то же самое. Точно такие же люки с новыми замками, как мы видим. Но здесь вот даже двойной. Данная машина была выпущена в 1988 году. Что делает ее, скажем так, не сильно новой, но и не сильно старой. Особенно, если сравнивать с другими ZIU-9, которые ездят у нас в городе. Вот так вот он выглядит со стороны. Еще вот даже краска свежая. Видно сразу, что она блестит на солнце. Это как-никак придает какую-то новизну машине. Хотя, правда, к сожалению, она слишком быстро выгорает. Итак, мы с вами посмотрели этот скромный вид троллейбуса 10-16, который ничем особенно не отличается от предыдущего 22-15, с точно таким же окрасом, такой же светотехникой, ну и всем прочим. Ну что ж, пройдем теперь в салон. Посмотрим, что там изменилось. Салон многим чем напоминает все те же троллейбусы 22-15. Все такое же серый линолеум, такие же белые глянцевые потолки. Даже вот эти старые плафоны умудрились сохранить. Но все же кое-какая мелочь нам бросается в глаза. Здесь были установлены вот такие вот интересные сиденья, которые, насколько я знаю, эксплуатируются в Киеве. Честно говоря, внешний вид этих сидений не слишком вызывает у меня доверие. Тем более, что вот эти все края – это не металл, это пластик. Даже не знаю, мне кажется, что в нашем городе их очень быстро начнут вандалить. Весьма сильно напоминает, кстати, сиденья, как в маршрутках Рута. Вот, кстати, как выглядят те самые новые двери изнутри. В принципе, довольно неплохо делают. Можно даже сказать, что это как будто бы сделано на заводе. Задняя накопительная площадка ничем не отличается от других машин, прошедших капитальный ремонт. Здесь все такое же, в принципе, новое. Ничего старого тут практически не осталось. Ну и как мы видим, здесь двери точно такие же, как и на средней площадке. Ну и, конечно же, установлено здесь информационное табло. Да, люк на задний скворечник у нас остался. Но там, конечно же, уже все заделано. Вот примерно вот так выглядит салон 1016. По правде говоря, кроме сидений ничем особенным он не отличается от других машин. Но, тем не менее, посмотрим, как эти сидения себя покажут в эксплуатации. Особенности. Особенности. Машина, конечно же, не новая. Напоминаю, 1988 года выпуска. А потому люки у нас здесь будут протекать. Несмотря на то, что уплотнитель здесь был, как мы видим, заменен, тем не менее, здесь и просматривается куча щелей, из которых очень хорошо будет литься вода. Хоть здесь этот лючок и не вырезан, но привод здесь полностью заменен на пневматический одноцилиндровый, как и на остальных новых машинах. Удивительно, но сидение кондуктора оставили прежним, полностью обшитое вот таким зеленым дермантином. И даже, я смотрю, здесь уже пристроили ящик для инструментов, чтобы не захламлять и без того узкую кабину. Также из особенностей замечаем сохранившееся стекло за спиной водителя, хотя при последних капитальных ремонтах его всегда снимали и зашивали это все эко-бондом. Потому мы с вами можем наблюдать вполне себе классическую перегородку троллейбуса ЗИУ-682В. Ну, если не считать вот этих информационных табло, которые были установлены. Освещение. Конечно же, вместо ламп накаливания здесь были установлены уже современные светодиодные ленты. И так во всем салоне. В принципе, сейчас дневное время суток, и потому они не передают всю полноту освещения, но я думаю, что они вполне себе справятся со своей задачей. Правда, вот лампы накаливания сохранили в плафонах освещения над дверьми. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами посмотрели салон 10-16, а теперь давайте пройдем в его кабину. Как мы видим, сказать о ней особо и нечего. Все то же самое, что и в остальных машинах, проходивших капитальный ремонт у нас в депо. Ну, здесь, конечно, уже такие занавески водитель установил. Новый потолок глянцевый. Ну, покрашено все в тот же самый желтый цвет. Контакторная панель. Перегородка водителя. Ничего такого нового. Все те же старые силовые выключатели. Пакетники аккумулятора гидроусилителя руля. Ну, как мы видим, здесь хоть и все и покрашено, но выглядит это, конечно, уже несовременно. Панель с манометрами старыми. Хоть, правда, и заменили лампочки некоторые. Вот это та самая лампа в зуммер, о которой я рассказывал ранее. Ну, и, конечно же, знаменитая панель с переключателями. Которые, правда, как мы видим, были заменены. Но вот я смотрю, здесь появился какой-то интересный выключатель. Обдув реостатов. Но я об этом расскажу чуть позже. В остальном, типичная кабина ZIU 9V. С теми же классическими тумблерами. С теми же классическими тенами обогрева стекла. Хотя, вот, правда, как видно, заменили лобовые стекла. Ну, что уже хоть немного приятно. Странно, что здесь был оставлен старый плафон освещения кабины. Ведь, как известно, его света явно недостаточно для нормальной работы водителя в ночную смену. Из дополнительных особенностей, впрочем, как и во многих других машинах, здесь была установлена информационная система Граната, видео которой вы можете найти на моем канале. Супинка, Майдан Смолянский. Пересадка на троллейбус маршруту номер 8. Пассажиры, отпустите, будь ласка, двери. Попадошло, двери зачиняются. Коучинь. На первой зарослойрузе. Так все-таки зачем нужен тот тумблер об духу реостатов? А все дело в том, что в этой машине был установлен статический преобразователь вместо шумного мотора-вентилятора. И потому вот здесь был выведен вот такой отдельный переключатель для включения вентилятора, который все так же охлаждает реостаты в троллейбусе. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами посмотрели на эту почти ретро-машину ZIU 682V1016. Да, конечно, впечатление от нее немножечко больше, чем от 215-го, за счет, наверное, вот тех новых сидений, которые у нас применяются, насколько я знаю, в городе впервые. В целом, машина как машина. Ничего такого сверхъестественного я здесь не увидел. В основном, очень даже соответствует вот тем машинам, которые раньше выпускались. А пока на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и до скорых встреч, конечно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok